Книга, открытый моком, 9 том, вопрос 2276, тема покаяния. Иеремий 22, 24. «Живу я, — сказал Господь, — если бы и Ехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя. Что вообще символизирует перстень? И грех ли христианину носить его?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Перстень, кольцо, знак вечной верности и любви, полного доверия и обличения властью». 1 Маковейская, 6.15. «И дал ему венец и царскую одежду свою, и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования». Бытие, 41-42. «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Исфирь 3.10. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, чтобы скрепить указ против иудеев». Песень 8.6. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою». Лука 15.22. «Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». При бракосочетании кольцо-перстень надевается на безымянный палец правой руки. Кавычки открываются. «И я ничья, и ты ничей. Теперь течет один ручей». Кавычки закрыты. «Носить же в виде украшения христианин ничего не должен». 1 Петра 3.3. «Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде». «Исследуйте писание и себя. В деталях и по пунктам оглашения экзаменаторы внимательно следят. Здесь не пройдет иезуит мошенник». «Умеем ли к душе тарить дорожку?» Средь суматохи жутких катавасий на будущем суде намного строже, где отступление никого не красит. Не физиолог Павлов, а апостол, раввин и проповедник Иудей. Сложнейшие вопросы ставил просто и разрешал до самых дальних дней. Вникай и проникай по самый край, что скрыто за изгибом у пророка. «Гиенну помня, курс держи на рай. Уи, уи, иеговы, брал он те уроки. Он нам преподает и тает лед. Все глыбы недоверия и неверия. Слова снаряды в цель, не перелет. Корректировка духа без потери. Исследуют, кто Библию открыл, Кто ежедневно чистит ею зубы. Молочной белизной и парой крыл. Плоды являются на загляденье Люба. Что, разве слово Божье не дошло И не проникло к монастырским стенам? Борьба под куполом за правду или зло? Родник живой или молебна в пена? Чего мы испугались, в стены вжались, Так истово отмахиваем прочь? Послание, Евангелие, малость? Свет снизошедший превратили в ночь. Нам не простится стыд на наших лицах, Что Библия не друг, не врач, попам. Звучит понятное не нам, А для баптистов. Для православия иконы, мощи, храм. 20 мая 2004 года. Игнатий Лапкин.